На базе Этилицея Казанского университета прошел финал 10-й Республиканской Олимпиады юных изобретателей Кулибины 21 века. Олимпиады собрала юных изобретателей со всех уголков Татарстана, это школьники младших и старших классов. Здесь они презентовали свои изобретения, а некоторые даже продемонстрировали на практике, как они работают. Наше изобретение это мини-гидроэлектростанция. Работа заключается в том, чтобы использовать эту гидроэлектростанцию, не нарушая экологию. Она ставится на малых реках и работает автономно, то есть не строится плотина. Перспективы очень большие, разработать опытный образец, испытать его уже в настоящем масштабе и на нашей реке Каме. На первом этапе было подано более 160 заявок, но в финал вышли только 38 работ. Работы представлены в актуальном на сегодняшний день в области робототехники, аддитивных технологиях, авиа и моделирования. Если говорить про категорию и номинацию, связанную с селом, то здесь ребята представляют устройство изобретения для облегчения домашнего труда и увеличения производительности. Это, допустим, мини-тракторы, мини-сейлки, сепараторы. Разработки были совершенно не похожими друг на друга. Здесь представили тренажер для отработки ударов в теннисе и шарманку и даже снегоход «Орсомаха». На снегоходе установлен мотор мощностью 80 лошадиных сил. Это достаточно, чтобы передвигаться по заснеженной целине со скоростью 100 км в час с большим комфортом. Интерес к науке и изобретениям у Андрея проявлялся еще в раннем возрасте. А вот собрать свой снегоход было настоящей мечтой детства, которую он смог реализовать, несмотря на свой юный возраст. Когда видел, как охотники катаются на снегоходах, на иномарках, захотелось самому. Решил сделать покомфортнее. Покатался на иномарках, все плюсы и минусы изучил и сделал нечто лучшее. Сюда участники приехали вместе со своими педагогами и учителями. Для них в рамках Олимпиады будут проведены экскурсии по институтам, современным лабораториям и музеям Казанского федерального университета. По итогам Олимпиады будут определены призовые места. Ребята получат небольшие материальные вознаграждения, грамоты и дипломы. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.